всем огромный привет с вами Маша и добро пожаловать на мой канал Эверчина на youtube сегодня я бы хотела вам рассказать о сумках точнее о моем топ 10 стильных сумок на мой взгляд опять же я взяла сумки среднего ценового сегмента то есть где-то до 400 евро порядка 30 тысяч рублей почему потому что сумки люксового сегмента может позволить себе не каждый такие как куча прада или что-то подобное они достаточно дорогие кто-то может быть может позволить но не видеть смысла вкладывать в такую дорогую вещь покупать какие-то дешевые сумки за 20 30 50 евро кто-то возможно тоже не хочет и хотел бы что-то действительно качественное но в принципе за более или менее доступные деньги я буду рассказывать о каждой сумке назову название бренд и немножко расскажу об этом бренде то есть из какой в какой стране этот бренд был основан в каком году возможно для кого-то сегодня некоторые бренды окажутся новыми которых вы еще не слышали может быть что-то интересное об этом узнаете об этих брендах я надеюсь что такая тема вам понравится будет полезной информативной для вас напишите в комментариях ниже как вам понравился понравится сегодняшнее видео так давайте плавно перейдем к сумкам и итак на первом месте у меня стоит сумка от немецкого бренда либо skin berlin эта сумка мне понравилась в черном исполнении должна сказать что выглядит она очень стильно это новая коллекция этот бренд был основан в берлине в 2003 году тремя мужчинами двумя братьями еще одним другом когда ребята создавали этот бренд сразу же установили примерный ценовой сегмент где-то 200 250 евро за сумку сейчас бренд начал набирать популярность и уже известен не только в германии но также в европе в различных европейских странах под номером 2 я взяла сумку от бренда софи хюльм это девушка дизайнер одежды и аксессуаров в 2007 году окончил университет и основала свой собственный бренд особенно популярен этот бренд стал своими сумками а в частности сумм такими моделями как elbion тот пик если я правильно говорю эти сумки есть различных размеров от самых маленьких xs до формата excel в различных цветовых вариантах и черном и синим и в красном и бордовом есть темно-зеленом также есть в бежевом видела в розовом цвете это и вытянутые скажем такие прямоугольные сумки есть квадратные очень эти сумки популярны среди знаменитостей в данном случае я взяла две сумки одна такая совсем малюсенькая прямоугольная формате xs стоит она всего 219 евро и вторая вот в таком скажем бордовом варианте мне тоже очень понравилось как выглядит она в этом цвете она такая более квадратная стоит она 349 в общем 350 евро сейчас появилось новое оформление данной модели elbion тот пик но только уже без металлическая арматура без золота под золото или под серебро выполнена чисто под кожу то есть вся сумка полностью кожаная третья сумка которую я вам хотела показать будет от бренда massimo giorghetti этот бренд был основан в 2009 году опять же этим же человеком massimo giorghetti он является дизайнером как мужской так и женской коллекции данная сумка мне понравилось своим черно-белым исполнением единственный минус у этой сумки что она выполнена не из натуральной кожи к сожалению под номером 4 я взяла тоже сумку от данного бренда massimo giorghetti но немножко в другом исполнении она тоже к сожалению идет из искусственной кожи но за счет ее форма вот такой вот скажем шоппер если сумка не только в черном также в красном цвете даже в красном мне кажется смотрится более стильный чем не то сумка понравилась тем что она очень модная очень трендовая и как вы знаете что сумки такие вот сумки пакеты войдут в моду сейчас весной и летом 2018 года будут очень востребованы под номером 5 я взяла сумку от бренда pink pink это итальянский бренд кто не знает одежды и аксессуаров этот бренд был основан в начале 80-х годов петро негро и его женой кристины рубини 2016 года насчитывается порядка 500 магазинов где продается данный бренд pinko эта сумка кожаная есть куча вариантов как в черном так и в красном и в розовом цвете просто простых сумок есть также замшевый вариант все это выполнено из натуральной кожи из натуральной замши единственный недостаток в этой сумке что у нее не регулируется ремешок под номером 6 я выделила сумку которая уже есть у меня от бренда patricia pepe этот бренд был основан во флоренции в 1993 году patricia bambi и claudio реа они создали этот бренд и насчитывается где-то больше двух тысяч магазинов где продается этот бренд эта сумка мне понравилась тем что у нее достаточно широкий ремень мне кажется что эта модель лучше всего смотрится в цвете camel также она есть в красном цвете в синим цвете по моему в черном далее я взяла сумку от бренда mark jacobs это известный по всему миру американский дизайнер который с середины восьмидесятых годов и годов имеет свой бренд под тем же названием 93 по 2013 год он был также креативным директором дома louis vuitton и после 2013 года он полностью отдал свои силы своему бренду на чем и в принципе концентрируется по сей день чем не понравилась эта модель опять же своим толстым ремешком есть такие же модели в черном варианте и опять же бортовом варианте и в разных других далее под номером восемь я выделила сумку от бренда solar это достаточно молодой бренд основанный в милане благодаря двум дизайнерам отличительная черта этого бренда что они применяют кожу который в принципе не предназначена для создания аксессуаров в данной сумке мне понравилось сочетание цветов в принципе форма не менее интересный еще один вариант вот допустим с бахромой который как вы наверно знаете будет актуально в предстоящем сезоне весна-лето 2018 года под номером 9 я взяла сумку от бренда майкл корсов как я не хотела этот бренд включать в эту десятку но вот эта сумка именно она мне очень понравилась тем что она такая женственная но в то же время очень стильно очень модно майкл корс это американский дизайнер владелец соответствующего бренда производит он одежду обувь также парфюм в восемьдесят первом году линия одежда появилась нескольких американских бутиках и в девяносто седьмом году он уже стал креативным директором модного дома селе 2003 году покинул его и сконцентрировался полностью на своем бренде что и делает по сей день эта вот сумка мне понравилась особенно есть она в трех цветовых вариантов бордовом баклажаном и в черном черном должна сказать она особо проигрывает не абсолютно не интересная бордовом или баклажаном в цвете она смотрится очень стильно и последняя сумка под номером 10 это сумка от бренда куксинель или кочинель как чаще называют этот бренд этот бренд куксинель основан семьей матьерри в италии в 1978 году здесь появились разноклассия потому что в принципе сам бренд по себе итальянский и правильно наверное было бы произносить кочинели чисто по-итальянски но само слово вот это вот куксинель это французское слово если я не ошибаюсь он переводится божьей коровкой или божьей коровки в множественном числе поэтому если вы зайдете в интернет и ради интереса прочитайте про этот бренд то будут писать что правильно произносить его куксинель а не кочинель хотя как я уже сказала бренд итальянский ну ладно я буду брать наверное второй вариант кочинель потому что под этим названием более известен и чаще произносит кочинель а не коксинель сначала это было небольшое ателье по изготовлению сумочек из-за высокого качества и хорошего дизайна марку признали и она разрослась до массового производства сейчас по всему миру существует порядка 67 бутиков кочинель и более тысячи магазинов в которых продается этот бренд данная модель мне понравилась как формой так и размером она скажем не маленькая небольшая такой среднего размера и и можно и носить в руки и повесить на плечо и в принципе использовать как кроссбоди вариант и понравилась безусловно такой вот не избитой расцветкой особенно клетка которая в принципе все еще в тренде и будет дальше находиться в тренде три она полностью вся подкладка выполнена из натуральной кожи что кстати можно встретить не во многих брендах и так я думаю на сегодня это все это была моя собственная подпорка сумок и тех сумок которые я считаю достаточно стильными более-менее доступными по цене и качественными если вам хоть одна из этих сумок понравилось напишите в комментариях какая именно мне будет интересно почитать также не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх не забывайте поддерживайте меня я всем желаю хорошего дня мы с вами скоро увидимся и пока пока до встречи